Семь минуты Семь минут может что-то существенное произойти. Семь минут жизнь может зародиться, жизнь может оборваться. И когда мы с мудростью используем наши семь минут, эти семь минут, то много интересного может произойти с нами. Итак, сегодня мы поговорим с вами о ожидании. Вы знаете, Библия полна примеров, рассказов, наставлений, стихов, говорящих об ожидании. И в принципе сегодня ожидание — это непопулярное слово. Мы не любим ждать. Я не люблю ждать. Я люблю быстрых результатов. Я хочу, чтобы то, чего я ожидаю, то, к чему я стремлюсь, происходило быстро в моей жизни. Потому что я человек, который ставит цели и движется к этим целям. Наверняка многие из вас точно такие же люди. Вы ставите цели, вы хотите видеть результаты, вы хотите видеть, как вещи меняются в вашей жизни, и как поставленные цели исполняются. Но не всегда все просто. Не всегда все получается сразу. Есть целые периоды в нашей жизни, когда нам просто нужно ожидать. И вы знаете, у меня был разговор с людьми, которые, например, достигнув 50-летнего возраста, они проходили анализы. И когда я позвонил, доктор и сказал, что у вас тревожные анализы, нужно ждать еще анализы, и после этого нужно ждать 7 дней. Вот я помню одну из историй, когда мой друг рассказал, что эти 7 дней были для меня целой вечностью. Жизнь пронеслась у меня перед глазами. Я начал думать, что это. Может быть, это рак. Может быть, что-то серьезное. Может быть, я потеряю свою жизнь. А это произошло накануне того времени, когда он ехал со своими друзьями отдыхать просто в горы. Отдыхать, гулять, проводить время с друзьями. И вот он тогда стал перед выбором, что же делать во время ожидания. И в конце концов он решил оставить все, отложить это переживание на дальнюю полочку и просто наслаждаться каждым днем в жизни. Хотя это была не просто эта борьба. Есть разного рода ожидания в нашей жизни. Иногда мы сидим в очереди и ожидаем зубного врача. Иногда мы ожидаем результатов тестов. Иногда мы ожидаем ответа с работы, когда мы прошли интервью. И ждем, когда нам позвонят и скажут, взяли нас на работу или нет. То есть, есть разного рода ожидания в нашей жизни. И вы знаете, зачастую мы живем так, что это потерянное время. Кажется, что время ожидания — это лишнее время, это ненужное время. Нужно ему как-либо сжечь и от него избавиться. На самом деле, это также полезное время в нашей жизни. И я хочу обратить ваше внимание на место из Писания в День Апостолов в первой главе. Мы также читаем там об ожидании. Вы знаете, Ишуа после своего воскресения пришел к ученикам и сказал, «Не уходите из Иерусалима, оставайтесь здесь и ожидайте». Он сказал, «Ждите обещанного от Отца». И для них это было непросто, потому что они, во-первых, не до конца понимали, что они ждут. Они понимали, чего-то они ждут, какая-то сила придет, какое-то духовное наполнение произойдет с ними, что что-то изменится. И они должны были ожидать. Но вы знаете, они приняли правильное решение. Они решили не просто ждать и суетиться, и томиться. Они решили эффективно использовать это время. Они решили посвятить это время молитве и общению. И написано в Деянии апостолов в первой главе, что они пребывали в горнице, они пребывали вместе, единодушно они пребывали в молитвах. То есть достаточно много времени и ожиданий они проводили просто в молитвах. И в конце концов, то, что они ожидали, произошло. Причем с великой силой. Так что это повлияло на историю. И до сегодняшнего дня эта история вдохновляет нас, и мы также учимся. Давайте посмотрим в нашей жизни те ситуации, когда мы находимся в ожидании, когда я жду чего-то. Как мы будем использовать это время? Как ты, я, мы с вами будем использовать это время? Вы знаете, говоря о разных бытовых ситуациях, я учусь и многому научился, и продолжаю учиться, как быть эффективным в моем ожидании. Когда, например, я прихожу к врачу, я прихожу своим ребенком к врачу, я просто сижу в очереди. Я научился не терять зря время. Если я с ребенком, конечно же, время общения с ним, несмотря на то, что, может быть, это больница, и люди кашляют вокруг, клиника это не подходит, это выглядит не очень хорошо, но это время, когда мы можем пообщаться. Также, когда я сам жду в очередях, жду на таможнях, жду в аэропортах, я научился максимально использовать это время. У меня всегда с собой есть книга, у меня всегда с собой есть Библия, у меня всегда с собой есть айфон, и я или работаю, максимально использую это время, отвечаю на имейлы, я переписываюсь с друзьями, строю планы, или просто беру книгу и начинаю читать. Открываю, достаю свои наушники и начинаю слушать. Вы знаете, зачастую время ожиданий становится также время наполнения, время вдохновения, время, когда я как бы заново черпаю свежий воздух для того, чтобы продолжать. И, конечно же, Библия вдохновляет нас, чтобы мы были терпеливыми, чтобы мы ожидали, чтобы в своих ожиданиях мы не опускали руки и не сдавались. Но в то же самое время, если мы мудро подходим к ожиданию, мы не только сможем, скажем так, быть более терпеливыми, но мы сможем максимально использовать это время. Мы сможем развиваться, слушая проповеди, слушая лекции, учащись, мы сможем развиваться, читая книги, читая Библию. И в следующий раз, когда ты ожидаешь чего-то, где-то, подумай, как ты можешь максимально использовать это время с пользой, как ты можешь именно в это время назидаться и узнать что-то новое, узнать что-то интересное. Итак, время ожиданий — это благословенное время для нас, если мы мудро его используем. Поэтому давайте подготовимся и будем готовы к следующим таким периодам ожидания. И будем использовать время максимально. С вами был пастор Израиль из Израиля и передача «Семь минуты Израиля». Шалом!